Сегодня у меня такая тема, социальные сети, безграничные возможности. Это, так как мы работаем в Атоме, у нас есть свой личный бренд, свой личный бизнес. И если мы хотим его продвигать, это еще один инструмент, где мы можем продвигать свой личный бизнес. То, скажите, у кого есть страничка в соцсетях? Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Телеграм. Одноклассники. Ну, вонсап точно, наверное, у всех есть. Я создала страничку, когда приехала с Узбекистана в Россию. Когда была в Узбекистане, у меня не было ни странички, я ни с кем не общалась. И когда уже приехали в Россию, появилась такая потребность, чтобы общаться и с одноклассниками, и с друзьями. И тогда, в 2014 году, я создала себе страничку Инстаграм. У меня не было своего личного бизнеса, бренда. И я продвигала своего сына. Так как я мать в декрете была, выкладывала постоянно своего ребенка. Какую-то еду начала выкладывать, походы, прогулки, да, как мы гуляем с нами, допустим. Сейчас у меня есть страничка, у меня много страничек, я вообще везде подписана, где только можно. Продвигаю Атоми. Есть личная страничка, есть бизнес Атоми. Туда я выкладываю наши лидерские, новых партнеров, наши акции, подарки. Ну вот, все это выкладываю. Это вот история вообще, зачем нужны социальные сети, да, появление соцсетей, Facebook, ВКонтакте, Twitter. С этими приложениями мы можем общаться друг с другом. И не только, если у вас есть в регионах друзья, в Южной Корее, в Великобритании, а сейчас, наверное, и в ближайшем будущем, у всех появятся партнеры по всему миру. И вы можете через соцсети общаться. Ну, мы тут вам, да, быстренько. Зачем нужны соцсети? Да, 70% это поддерживают связь с друзьями и близкими. Это моя мама, наверное, там, тетя, Гатя. А дальше идут, кто-то получает новости, так просто развлечься, делиться мнением, получать отзывы. Нам нужно взаимодействовать с брендами и продвигать свой бизнес. Реклама в соцсетях. Большую часть времени, проводимого в интернете, современный человек тратит на общение в соцсетях. Там он поддерживает связь с близкими, выражает свои чувства, эмоции и делится своим контентом. Что такое контент? Да, это то, что вот у нас есть. Контент, бизнес, атоми. У нас всё для этого есть. И бренд, и логотип, и даже, когда создавая страничку, нужно под световой гаммой даже придерживаться. Да, у нас вот бело-голубой. И самые это распространённые и пользуются спросом ВКонтакте. Раньше был это Инстаграм. Сейчас ограничилось. Мне нужно, чтобы, если в Инстаграм зайти, нужно дополнительно скачать приложение в BPM. Но кому-то это вообще неудобно. Продвижение вашего бизнеса в соцсетях. Вот у нас в Атоме есть и Ютуб мы продвигаем, да, наши команды, Волхай. Ютуб, ВКонтакте. В основном, скажу, да, категория молодёжь сидит в основном в Телеграме и ВКонтакте. Более, наверное, 45 плюс и выше в Одноклассниках. Ну, это я говорю, потому что у меня и тётя, и мама сидят в Одноклассниках, даже и знакомятся там, и пишут лайки ставятся, сообщения пишут. А мама у меня смешная выкладывает, там, сфоткает себя, выложит, мне лайки ставят, он говорит, ой, как, смотри, мне лайки поставили. А на день рождения цветы пришлют. Я один раз пришла, и мама говорит, ты представляешь, как он мне букет подарили? Я говорю, а где он? Он говорит, да вот в Санчейне такой классный букет, он прям светится. Вот, то есть, ну, такому даже радуется. Как это работает, да? Контент. Мы создали контент, а то мы наш бизнес, да, а то мы бренд. Постоянно выкладываем сториз, все ваши шаги. Даже есть такая схема, если, например, с 9 до 3 вы выложили пост, потом прошло, ну, сутки прошли, и с 3 до 9 вы выложили, то у вас постоянно будет идти вот этот, постоянно сториз вас будут видеть, что вы есть. Если вы страничку свою ведете, вы постоянно там должны быть, хотя бы по одному посту нужно выкладывать. Дальше постоянно просите своих друзей, например, выставили продукцию, да, чтобы они лайкнули, потом переслали друзьям, чтобы подписывались. Выкладывайте туда всякие розыгрыши за подписку. Например, за подписку мы дарим нам жирную пасту, и люди прям прибавляются. До Атоми я раскручиваю и сейчас тоже свой ресторан, суши-бары. Сейчас в ВКонтакте у нас 4455 подписчиков, но это за счет того, что мы постоянно выкладываем акции. Так же, как и в Атоми, и в Атоми, и в Атоми. Эдиена, например, у меня в Крыму, она одна, в декрете сидит, она продвигает себя и бизнес Атоми через соцсети. Ей многие пишут с других регионов, а вы тоже занимаетесь этим. Вот так она знакомится, хотя сидит дома с ребенком. Когда выкладываете посты, обязательно будьте позитивны, потому что аудитория любит позитив. Прикрепляйте к постам качественные фотографии, видео. Видео какие-нибудь тоже смешные, это тоже цепляет, и сразу подписываешься. Ориентируйтесь на мобильное устройство. Если вам написали сообщение, в течение 10 минут вы должны обязательно ответить, потому что если в следующий раз вам напишут, и мы не ответили, мы не отвечаем, значит, не будут писать. Делитесь информацией, размещайте посты регулярно. Я сказала, взаимодействуйте с пользователями, будьте коммуникабельными, и будьте готовы к тому, что человек может разный прийти и, например, написать гадость. А некоторые люди это не выдерживают, и поэтому нужно быть готовым к коммуникабельным. И делитесь ссылками. И конкуренты бывают. Месячная аудитория. Самое распространенное – это ВКонтакте. Поэтому все скачивайте ВКонтакте и ведите свой бизнес там, продвигайте. 52 миллиона и 7 пользователей сидят ВКонтакте, и раз, наверное, 100 заходят в телефон за сутки. Это через каждые 5 минут зашли в метро, раз ВКонтакт. Там кушают тоже в соцсетях постоянно. Затем потом идет сам распространенный ВКонтакте, в Однокласснике, в Фейсбук. Ну, Твиттер – это вообще неудобное приложение. Чем отличается средство массовой информации от соцсетей? Кто читает газету? Выписывает кто-нибудь газету себе? У нас в Урине каждый понедельник выписывают приносит газету и читают. Во-первых, это долгая информация, долго обрабатывается. Уже, наверное, 8% жителей Уриня, молодежь, я имею в виду, в соцсетях уже все, наверное, прочитали. А через неделю только выпускается это. И там ограниченная информация. Например, если ищешь работу, там только 2. Кто заплатил, да, 200 рублей, чтобы объявление разместить. А в соцсетях ты выставил, и все уже увидели, кто подписан. И можно потом еще разослать. Еще, если вы пишете пост, обязательно ставьте хэштег. Вот это называется хэштег. И здесь пишите, где вы хотите, чтобы вас увидели. Например, Уринь, Шахуня, Ниженовгород, Москва. И ваши сторис будут где-то выглядывать в этих регионах. Это мои странички, где вы можете меня найти, подписаться на инстаграм. Это вот инстаграм-страничка. Там 146 подписчиков. Но еще есть... А, это вот Атоми Балхай. Еще вот, если вот сюда нажимаешь, у меня Нона Лим. Потом еще Мацури 2 кафе. В общем, на один пользователь можно вообще много страничек сделать. Атоми Уринь, это у нас ВКонтакте. Мы вместе с командой ведем эту страничку. У нас 777 подписчиков. Ну, я не знаю, где они. Не лайкают, ничего. Это тоже нужно проработать, проанализировать, что мы не так делаем. Это моя личная страничка. Ну, там более-менее. Здесь полностью моя жизнь. Так что, если кому-то нужно создать страничку ВКонтакте, обращайтесь, я вам подскажу. Сама я вам не сделаю, но я вам подскажу. И вы со мной научитесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok